У меня на тебя снаряд, а то есть мы как бы забыли сообщать. Сейчас, мы вместе. Хорошо. О, Гринс, мы уже можем махать. Говорит, доброе утро, Полтава. Доброе утро, Полтава. У нас в гостях сегодня Максим Акулха, наш организатор экологических тем в Полтаве, каких проводят, и Эколтава. Вы один из кураторов, да? Да, один из координаторов проекта. Максим, расскажи, что сейчас у вас интересного происходит, и основные проблемы какие-то, возможно, есть по экологии? Ну, скажем, я в привержении того, чтобы говорить не проблемы, а задачи. Ну, в принципе, как, наверное, и у большинства, вот этот такой посленовогодний мертвый сезон, что ли, когда очень мало такой работы, которая видно явно, в основном сейчас идет у нас подготовительная работа к... К весне? Да, к весне, к акциям, проектам, которые будут уже весной. Что интересного от вас можно узнать? Ну, в принципе, мы опять запускаем наш проект «Киноэволюция». Это проект, в котором мы с какой-то периодичностью показываем интересные фильмы. Это как бы на такой бесплатно благотворительной основе. В ближайшем году будет 22-го числа, это, получается, послезавтра. Фильм «Хьюман», всех приглашают, кто хочет. А где, где, где? «Графско-воркинг», торговый центр «Олимп», это возле Кухонного театра. В принципе, очень интересный фильм, всем рекомендую, он так хорошо сдвигает мозги. Ну, про наши все вот такие акции можно, в принципе, в наших группах познакомиться, там, на Facebook или на ВКонтакте. Ну, а так вообще, о крупных проектах, которые будут в традиционно уже, мы будем помогать с организацией всеукраинской акции «Зроби мы Украину чистую». Это в прошлом году, мы делали в позапрошлом. В этом году немножко мы так поменяли областной координатор, будет другой человек, Роман Гловацкий из Харула. Ну, а мы будем больше заниматься фестивалем. Ну, это та акция, которая имеет свои цели привлечь как можно больше людей к уборке территорий, показать, как бы, значимость экологической культуры, да, ну, такую однодневную акцию. То есть, каждый, любой человек, которому хочет помочь, он может прийти, взять с собой мусорный пакет, либо вы там предоставляете. Да, мы предоставляем это, ну, как бы, суть в том, что мы еще пытаемся рассказывать, что нужно раздельно собирать мусор, то есть, на наших акциях мы стараемся так, чтобы мусор собирался раздельно, чтобы по максимуму уехало на переработку, чтобы поменьше уехало на свалку. То есть, у нас еще... А на переработку это куда? Ну, ладно, батарейки я знаю, куда отправляются, мы уже писали. Да, батарейки, мы продолжаем, кстати, проект по батарейкам, кто хочет, присоединяйтесь, мы там предоставляем полиграфию, по сути, нужно просто пятилитровую баклажку установить у себя в подъезде, на работе или где вам это угодно, ну, и мы потом отправляем их на Днепропетровск. А остальное, ну, ты говоришь, мусор, а где у нас перерабатывается что-то? Да, ну, как бы, традиционно то, что мы, опять же, проект был, который чисто так, он идет, продолжается, и в том числе и в области люди им занимаются, это, что у нас перерабатывают? Ну, вторсырье, то есть, то, что мы можем на любом пункте вторсырья прийти, ну, знаешь, что перерабатывается? Это бумага, макулатура, пластиковая бутылка, ну, там, различные виды пленки пластиковой, это, в принципе, то основное, что мы... Ну, это под Полтавой? Ну, конкретно перерабатывают, например, пластик, даже, ну, пластиковую пленку даже в Полтаве, знаю, где перерабатывают, под Полтавой, там, в Чутовском районе, кажется, перерабатывают пластиковую бутылку, ну, ее дробят на гранулы, а потом эти гранулы пускают во вторичное производство новых пластиковых изделий. Макулатуру перерабатывают под Киевом, под Харьковом, ну, в нескольких местах по Украине. Это более такое масштабное производство. Вы это развозите еще? Не, конкретно мы занимаемся тем, что, например, проект «Чисто так» по школам. К мастерни Миста в сентябре, кажется, был его финал, грубо говоря, а, или в октябре. Суть в том, что мы с управлением образования, скажем так, договорились, официально все-таки включили договор, и те школы, которые изъявили желание, присоединились, начали собирать школьники в торстерье, там, макулатуру, ну, как в советские времена, что ли, только с добавлением пластика и так далее. Потом это все собрали, и в определенный день приехал предприниматель, ну, заготовитель, торстерья, своей машиной, сразу на месте все взвесили и там рассчитали, грубо говоря, там, с управления образования, и потом эти деньги там... Я помню, в том году в одной школе тетенька, честь, директор, покупала, по-моему, шторы и телевизор себе. Да, да, ну, только в школу. В школу, в школу, в школу, все правильно. Это важно, потому что мы многие... Ну, и таким образом, особенно это очень хорошо зашло у нас в Новосожжарском районе, мы хорошо работаем с местными РДА. Может быть, если кто-то с областных РДА захочет тоже присоединиться, мы расскажем, поможем и так далее. Когда в селах, как бы, хуже ситуация обстоит, и с финансированием, возможно, школ, и с ситуацией с мусором, да, когда школьники собирали вот этот весь пластик, там... Собрали дома мусор, который завалялся. Ну, как бы, да, собрали дома, речки, леса и так далее, потому что в селах, как правило, нет такого организованного обращения с мусором, как у нас в городе, и приезжает, опять же, предприниматель, то есть мы составляем маршрут, там, 5-10 школ, чтобы забить полную машину, ну, как бы, по деньгам, чтобы было удобно, и, опять же, рассчитывается со школами, и какие-то деньги уже идут в бюджет школ, то есть уже, возможно, будет меньше какое-то давление на родителей, там, или еще как, ну, то есть... Кто-то может школа закупить? Да, да, какие-то такие простые вещи, веники, ведьмячи, там, не знаю, краски. Как вы думаете, в Новых Санжарах как удалось? Все-таки я там изредка бываю, но там действительно этот вопрос как-то решен. Как им удалось это сделать? Ну, честно, очень было приятно, что они к нам обратились, что обратились в власть, да, то есть, потому что это очень важно, когда, ну, все заинтересованы, все стороны, участники заинтересованы в успехе, потому что, ну, у нас немножко есть, допустим, в Полтаве пробуксовки, потому что, ну, пока что нет такого запроса, с другой стороны, о том, чтобы мы включались в эту работу, ну, то есть... То есть там инициатором все-таки власть была? Да, там нас пригласили, говорят, что вот давайте сделаем что-то такое, ну, плюс, поскольку там вот была хорошая почва, потом туда еще привлекли, ну, иностранных, ну, так сказать, грантодателей, ну, грантодателей, да, то есть... И оно так все хорошо получилось в кучке и прекрасно прошло. Для самой власти или для власти Новосанжаров, или как это лучше сказать, не знаю, это дорого обошлось вообще? Ну, я, честно говоря, всех вещей не знаю, да, то есть все... Ну, по сути, они использовали включительно свой административный ресурс, то есть... В основном это было не финансово... Ну, да, то есть собрать депутатов, вот такие всякие вещи... Да, 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 ну, то есть, не, в любом случае, из бюджета они выделяли деньги там на какие-то мусоровозы, там еще... Но это все равно то, что власть должна делать, это не то, как бы там они там какие-то... Там действительно чисто и там без вопросов. Там даже, я не знаю, как насчет разделения мусора самого, но то, что я видел, там пляжная зона, у них целый парк, там чисто. Ну, это само собой... Захотели, сделали? Просто, само собой... Ну, это было как бы давно уже, да, начиналось там депутат, как у Река, кажется, то есть он был инициатором, и все. Но это было чуть раньше, мы пришли чуть позже. Но суть в том, что да, вот когда есть какие-то люди инициативные, которые понимают, что это как бы тоже их не, не знаю, родина и так далее, они начинают шевелиться, и тогда легко группируются такие люди инициативные, и тогда можно... На Весну, ближайшая акция, где вы планируете? Вот в Полтаве, вы уже думали, какое там место? Ну, если говорить об акции «Зробуем у Украины чистую», ее в прошлом году у нас было 11 локаций, то есть это там, ну, различные парки, Дендропарк, Парк Победы, Набережная Ворст и так далее. То есть координатором акции в этом году по городу Полтаве, потому что у нас такая иерархическая структура областной, городские координаторы и так далее, будет Юлия Городчанина, и эта вся информация будет выложена у нас уже в группах и так далее. То есть если когда оно растает, немножечко подсохнет где-то в районе? Да, в районе это будет 29 апреля акция, то есть, ну, суть в том, что как бы, почему это все делается именно вот таким образом, идея в том, чтобы создать максимальную огласку, вот там, я не помню, в прошлом году, сколько же там, 400 тысяч человек вышло в один день, убирайте по всей Украине. По всей Украине. Да, ну, в Полтавской области бы это было 5000 человек, ну, как бы, идея в том, чтобы максимально создать такую вот сильную волну. В основном приходят студенты, молодежь. Очень разные люди, в принципе, и пожилые, и студенты, и средний возраст. Ну, как бы, такой совершенно ровный срез общества. Конечно, молодых побольше, но тем не менее и... У меня один вопрос еще по ходу. Вы сначала рассказывали, что 22 числа фильм. Да, этого... Это бесплатное посещение будет? Да, да, да. Или хотя бы символическое? Благотворительно. Не, вообще написано бесплатно, да, то есть, если есть какой-то, если понравилось, можно что-то внести, но вообще это бесплатно. Бесплатно. Да, как бы, большая часть наших, ну, точнее, почти вся наша деятельность, это волонтерские какие-то вещи. Ну, мы просто хотим через донесение определенной информации показать людям, что... Ну, чтобы мы все, это как один большой организм, что мы все друг от друга зависим. Чтобы соединили, в принципе. Друг от друга зависим, да, и что... Скажи, сколько лет уже Экол Таве, такого организации? Ну, Экол Тава была зарегистрирована в 2013 году, однако активно работать мы, ну, как мне кажется, начали где-то с конца 2014-го. Ну, это был наш первый проект «Батарейки». Потом после этого начался, там, первый фестиваль и так далее, закрутил и закрутил. Почему ты именно начал этим заниматься, ну, экологией, да, вот, помогать нашей матушке-земле и, в принципе, доносить людям информацию? Ну, а что же на волонтерских, в принципе, пошло? Да, 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 ну, изначально, ну, как, экология – это то, что объединяет людей. Если говорить о различной деятельности даже, да, там, есть вещи, которые разделяют людей, потому что кто-то любит красное, кто-то любит зеленое, не знаю, как это так. Я знаю, что просто даже в семье, вот, дома, там, где держишься раздельно мусор, стараешься пакеты не использовать, бумажные там. Ну, вот, вы раздельно сложили, а потом выносите на улицу и… В один ваг. Батарейки. Не, ну, смотрите, во-первых, ну, как, живу я в основном, ну, лично я там живу в районе автогрегатного завода, но родители мои там в районе, на Яковцах живут. Ну, и там, получается, один из первых таких проектов, даже еще не из Болтавы, а семьи моей, это было, ну, способствовать тому, чтобы на Яковцах появились контейнерные площадки, плюс контейнерные площадки с раздельным сбором мусора. То есть, там были отдельные сетки для пластика установлены, и то, что конкретно мы сделали, это еще отдельные 200-литровые бочки для стеклобоя, ну, стекла. То есть, ну, стекло, пластик раздельно, дома у нас, поскольку частный дом компостная куча, органику отдельно, ну, и там только какой-то мизер идет уже в общий бак. Так же само на квартире, хоть я и живу, стараешься не покупать мусор. То есть, если видишь, ну, всегда можно купить в различных упаковках, можно купить крупу на развес, можно купить уже в этом пакете, который такой шелестящий, который не перерабатывается. Ты просто делаешь, как бы, разумный выбор, пакеты можно использовать много раз, одни и те же, просто носишь с тобой, там, 3-5 пакетов, которые, ну... Кстати, в вашей семье кто инициатором был разделения мусора? Вы или все-таки родители вас воспитывали? Как это все произошло у вас в семье? Сложно сказать, но как-то я не... ну, это как две ноги лево-право, лево-право, потому что... Само собой, просто? Да, мы где-то, ну, не знаю, родители переехали в частный дом в 2005 году, и потихоньку начали создавать огород, потом, когда нужен огород, нужен компост и так далее, мы начали сначала отбирать органику, и потом уже, как бы, дошло понимание, что макулатуру надо все... Жизнь заставила думать и оценивать ситуацию и делить? Ну, заставила, грубо говоря, да, но как-то просто больше осознание такое, как... Когда ты занимаешься там даже сельским хозяйством, ты видишь взаимосвязь всех процессов в природе, как одно, то, что является там, допустим, для тебя мусором, для кого-то может являться пища и так далее, и как-то все вот такая целостная философия жизненная, и вот она как бы показала... Что делать мне? У меня все-таки нету, во дворе стоят одни баки, все, деления никакого нету. В принципе, то, что вы говорите, вы правильно говорите, и я, в принципе, сторонник этого, и я уже задумался, действительно, надо делить. Я пакеты начала использовать по несколько раз. Надо привлечать к этому, но куда же мне это девать? Ведь все-таки, ну, постоянно ходить, ломать голову, куда мне сегодня вынести бутылки или полиэтиленовые пакеты? Как мне поступить лучше? Я вас понял. Ну, есть у меня разные, так сказать, знакомые, да, которые по-разному действуют, но если коротко, то мы на карте, на сайте Колтаев сделали карту пунктов приема вторсырья, причем пытаемся вот с весны ее еще дополнить, вот практически сейчас на волне такого упадка экономики, у нас очень много пунктов приема вторсырья появилось, но это можно их найти и сдать самим. Кроме того, ну, первый этап это просто отсортировать, да, допустим, пластиковые бутылки, именно такие, как минералки, пиво и так далее, собирать отдельно, макулатуру собирать отдельно, стекло собирать отдельно, то есть, если даже вы их просто вынесете... Рядом с баком поздравить, я вас понял, там жито, там жито сортировщики сам, да, 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 ну, как бы они вам скажут спасибо, чтобы они не будут заниматься тем, что ковырятся в этом, но... Да, это как бы, ну, не совсем может быть красиво, правильно, как, ну, с точки зрения эстетики, но, в принципе, это работает, да, то есть, просто люди там на балконе или в кладовке имеют пакет, там мешок с пластиковой бутылкой, если ее скручивать, сжимать, наполняется, да, он будет там месяц наполняться и его вынести раз в месяц, это не проблема, а также сама с макулатурой и так далее. Если ее выносить отдельно, люди просто ее будут каждое утро собирать, у них там чуть ли не война за эти ресурсы. Кроме того, может быть, если у вас дети там ходят в школу и так далее, может, в школе это собирают, в рамках этого проекта, чисто так, может быть, они это собирают. А много ли у нас школ присоединились вообще к вашим проектам? Ну, по осени это было... Если бы на город. 17 школ, кажется, это было из 40, но это конкретно этот проект уже не явил, я сейчас, может быть, ошибаюсь в цифрах, но он как бы продолжает действовать, и я думаю, что потихонечку, как бы, он тоже будет обрастать, увеличиваться в размерах, посмотрим. То есть это зависит очень от руководства школ, потому что кому-то интересно, кому-то не очень. Присоединяйтесь, присоединяйтесь. В первую очередь надо самим. Да, в первую очередь, ну, действительно, как бы, стоит понимать, что воспитание все-таки это в семье, потому что у учителя там 30 детей, а у вас там один или двое, и если вы это начнете делать, дети начнут это делать за вами, потому что всегда, ну, я как бы работал с детьми много, что они не делают, что вы говорите, они делают то, что вы делаете. И вот если вы стали для них примером, они, как бы, будут вашим отражением. Ну, все очень просто, по сути, как бы, ничего такого военного. Единственное, что да, стоит понимать, какой мусор сортируется, какой не сортируется, а для этого надо хотя бы раз посетить там пункт приема вторсырья, чтобы там провели, да, потому что действительно есть много такого мусора, который именно запрограммирован на свалку, да, то есть что его, в принципе, неизлежит рыба, там, подгузники, там, гигиенические продукты, включая влажные салфетки, они пластиковые, упаковки там с под майонеза, ну, упаковки-то сока и так далее. Это то, что будет ехать на свалку, поэтому, если я покупаю сок, я стараюсь его покупать в стеклянной банке, чтобы там бабушке отдать свои, она найдет ей применение, ну и так далее. Все, чтобы по максимуму покупать в бумажной или в такой упаковке, которая перерабатывается. Ну что, прежде чем что-то покупать, заходим в супермаркет, оцениваем, понимаем, что будет дальше, после того, как мы слушаем этот майонез. Что мы оставим своим детям и внукам, в принципе, по большей степени. Да, да, поэтому всем доброго утра, осмысление, все-таки действительно информация нужная, перевариваем ее, оцениваем, я беру на себя обязательства, в семье начинаем разделять мусор, все-таки это нужно. А, ну, сколько процентов, тех, кто просмотрит данное видео, интересно, взаимодействует? Мы все организуем такой флешмоб. Голосование. Там можно без голосования, просто для себя делаем флешмоб. Делим мусор, начни с себя. Между прочим, очень хорошая тема, как ты считаешь? Позаботимся о своих детях и внуках. Всем доброго утра, удачного дня. Спасибо, да, за то, что пришел. И счастливо. Доброго утра.